Музыка Родина – это самое родное, что есть у человека. Родной край – это место, где человек родился и вырос. Я родился и вырос в Таразе. Меня зовут Свечников Кирилл, я ученик 11 класса гимназии 40. Занимаюсь в кружке спортивный туризм, так как люблю походы и горы родного края. Об этом я хочу рассказать в видеоролике. В Казахстане природа может быть разной, сильно отличаться от природы других мест. Поэтому родная природа для каждого человека – своя. Для меня природа родного края – это горы, красивые отвесные скалы, склоны, покрытые травой и можжевельником, загадочные камни, растения, характерны только для этих мест. Для других родной край природы – это бескрайние степи с ее сумочками или пустыней с вещанными барханами. Но ничто не может сравниться с нашими прекрасными горами. Горы моего края – Жамбылской области – расположены в среднегорной части Кирилльского хребта. Во многих щельях имеются чистые ручьи и разниковых вод. Растительный мир богат и разнообразен для теплого пояса среднегорей, где прорастают тугайные леса с высокими роскошными ивами, арча, боярушник, пленцемяново, береза и многое другое. Также встречаются редкие виды первоцветов – декоративные и лекарственные травы, различные виды тюльпанов, ирисов, схемский и каратавский лук. У подножия ущелья Караарча и Шашкалы расположен загадочный и грандиозный историко-археологический памятник – родичий Акртас, который вызывает интерес не только ученых всего мира, но и многочисленных паломников-путешественников. Примерно в 20 километрах от Тараза находятся наскальные рисунки петроглифа – ущелье Карасай, протянувшегося на несколько километров. Ущелье Карасай – своеобразная картинная галерея эпохи бронзов. В этом районе, на горе Санду, находится сигнальная башня, которая насчитывается более тысячи лет. Оказывается, многовеков назад населявшие здесь с ней места жители использовали сторожевые башни в селях безопасности. Отсюда наблюдали за происходящим, а при виде неприятеля подавали сигнал тревоги со гражданом. Днем – дымом, ночью – огнем. Также в моем родном краю, на границе с Туркестанской областью, в районе заповедника Аксужа-Баглы, находится Сталактитовая пещера, более двух километров подземных ходов, большие и малые Сталактитовые залы, подземное озеро, различные формы арагонита и выходы бурого железняка. И таких прекрасных мест там, где я живу, множество. Можно сказать, что я счастливый человек, так как могу встречать рассвет в горах, ощущать тепло скал, дышать чистым, свежим воздухом, небываться красотами ущелья. И все это – мой родной край. Субтитры создавал DimaTorzok